Валерий Сидорук попал в армию в годы Афганской войны. Тогда ему было всего 18. Его сослуживец Алексей Бикеев рассказывает, Валера всегда был готов выслушать, поддержать разговор и самое главное прийти на помощь. Что и произошло летом 82-го под Джалалабадом. Ефрейтор минометного взвода Сидорук в очередной раз не струсил и прикрыл своих друзей. Первый обстрел получил ранение. Он мог покинуть позицию, но он не покинул. Он мог так же на вертушках улететь, но он не оставил бой и продолжил. А тут второй наплыв душманов и получилось так, что он погиб. В шестой школе Валерий Сидорук отучился 10 лет. Мия Климова в те годы как раз была директором. Сейчас она заведует школьным музеем и собирает информацию о выпускниках школы, которые стали героями. Наша школа воспитала и выпустила в жизнь два героя Советского Союза. Это Вадим Фадеев, один герой социалистического труда, это Александр Борисович Чиковский. И герой Советского Союза, тоже воин-интернационалист, в Монголии воевал, в Испании воевал, Борис Смирнов. В школе постоянно проводятся уроки мужества. Мемориальная доска герою Валерию Сидоруку не только дань его подвигу, но и напоминание школьникам о том, на кого нужно равняться. Его имя решили увековечить боевые товарищи, воины-десантники. Чтобы дети, которые, приходя в школу, видели и знали, и помнили, что вот эти ребята погибли, они принимали присягу Советскому Союзу тогда. Принял присягу, они не пошли назад. Они выполнили полностью свой долг перед Родиной, перед вооруженными силами и перед народом. Всего в Афганистане сложили головы почти 250 десантников из Самары. Мемориальная доска в память о воинах с именем Валерия Сидорука стала 16-й по счету. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.